Пам-пам. Уроки патриотизма в школах, украинское наступление на Херсон и отмена визового соглашения с Европой. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня мы поговорим о самых интересных новостях и событиях в России и мире за последнее время. Вижу отвращение на ваших лицах, почему этот эпизод короче обычного. Ну, во-первых, я только что Пора Валить выпустил, так что контента на этой неделе дофига. А во-вторых, я, может быть, вы слышите, успел заболеть. Не ковид, но функционирую не на полную мощность. К новостям. Пам-пам. Так как это первый осенний выпуск в этом году, сентябрь, день знаний, то будут и про это новости. Тематические чиновники получают свое внимание, могут высказаться, сделать заявление и уйти еще на год. Пам-пам. С 1 сентября в российских школах появятся те самые уроки патриотизма, которые шли разговоры уже черт знает сколько лет. Но в Министерстве просвещения решили, что вот прямо называть дисциплину патриотизм будет как-то не очень скромно. Поэтому называться эти внеурочные занятия будут разговоры о важном. И уже сейчас можно посмотреть, о чем, собственно, будут эти разговоры, потому что в сети лежат в открытом доступе все методички, видео, интерактивные задания. Можно узнать и самого себя проверить на любовь к родине. И больше всего повезло учителям, которые будут о важном говорить с учениками старших классов, ведь там, как пример современного патриотизма, приводит специальная военная операция. Как написано в сценарии для урока, среди целей специальной военной операции защитить население Донбасса, подвергавшиеся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима, разоружить Украину, не дать разместить на ее территории военные пазы НАТО. Только почему-то сценарий не подсказывает учителю, а что отвечать, если спросят, в чем именно заключались издевательства киевского режима, или уточнить, попросят ученики, а почему НАТО это плохо. Сами уроки, как я понимаю, подразумевают некую дискуссионность, то есть учитель поднимает тему, там, любви к родине, служения ей, а ученики в конце дают какой-то свой фидбэк. И вот прямо после куска про СВО написано, что ученикам предлагают поспорить, если они с чем-то не согласны. Я так и представляю разговор после урока. Сынок, что ты сегодня получил в школе? Я получил срок за дискредитацию вооруженных сил. На разработку всех вот этих материалов было потрачено из бюджета 22 миллиона рублей. Сначала кажется, что это как-то дофига за оформление в стиле интерактивных энциклопедий, которые были популярны в нулевых, там, или флэш-игр, собранных на коленке. Но потом ты понимаешь, что основная работа была проделана с текстом. И я не только про специальную военную операцию. Там вот есть задание интерактивное на составление из двух частей патриотических лозунгов, типа «Родина-мать, умей за нее постоять». И вот как я не пытался, какие комбинации не тыкал, невозможно собрать смешной или какой-нибудь пошлый вариант. Они учли все возможности. Максимум выходит бессмыслица, типа «Кто за родину горой, там и пригодился». Я думаю, вот на эту вычетку всех возможных вариантов, как школьники могут злоупотребить системой, и было потрачено 22 миллиона. Потому что точно не на дизайн и не на программирование. Вот знаете, какой звук будет чаще всего издаваться из кабинета, где проходят разговоры о важном? Мерзкий стоковый звук тромбона за неправильный ответ. Потому что его можно запускать в бесконечном количестве, просто нажимая на кнопку. Я посмотрел разные разделы, там в принципе ничего такого ужасного нет. Вот кроме этого сомнительного раздела про СВО, я не очень понимаю, как даже учителя будут про него что-то рассказывать. Потому что, ну, это все еще в процессе. Это происходит сейчас. Но люди возмущены, что Путин будет лить свою пропаганду в чистые уши детей. А это да, это, ну, это очевидно пропаганда. Только мне интересно, а где это не так происходит? Ведь патриотическое образование, оно везде такое. Каждое государство хочет, чтобы граждане по дефолту его любили, радовали, что они тут родились, им так повезло, и готовы были служить. В том числе в войсках. В том числе умирать за родину. Пам-пам. Опять пошли разговоры о вообще полном запрете использования телефонов учениками в школах. Еще с прошлого, 1 сентября, вступил в силу документ с замечательным, звучным названием «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». И вот в нем указано, что запрещено использование смартфонов на занятиях. То есть во время урока, типа слишком маленький экран, это убивает детские глаза. То, что потом взрослые весь день пялиться в телефоны, это другое дело. То есть понятно, что их запрещают, чтобы ученики не отвлекались во время занятий. И вот придумали, как это через санитарные нормы пропихнуть. Я так это себе представляю. И вот сейчас запрет используется именно во время учебных занятий. Но вот бывший министр культуры и сверху успешный переговорщик с Украиной Владимир Мединский считает, что надо вообще при входе в школу забирать телефоны и запирать их. Понятно, что даже не все родители разделяют такое радикальное решение. Это что получается, я не смогу контролировать каждый шаг своего ребенка? Это же мой ребенок! Эртег, хотя можно ему в карман положить? Но я вот что подумал. А вот бы министерство просвещения у меня отбирало телефон и контролировало его использование, когда нужно работать и учиться. Ну что там эти дети? Пускай они на уроках патриотизма в свой геншин гоняют, мне наплевать. Вы лучше меня выдерните из этого круга проверки всех приложений на телефоне по кругу, вместо того, чтобы делами заниматься. На этом заканчиваем со школьными новостями и напишите в комментариях, как вы просрали это лето. Успели что-то интересное сделать или наоборот напишите, какие планы сорвались, потому что, ну это такое лето, знаете, что не грешно его и просрать. Можно было бы просто лечь так, одеяльцем накрыться и ждать, когда все закончится. Пам-пам! Я думаю, вы уже видели, как Тимати и Антон Пинский перезапустили Старбакс в России. Вместо русалки на логотипе теперь барышня в кокошнике, ну и странное решение выбрать название Старс Кофе. Ведь если у тебя, как бы, курс на полную русификацию бренда, то Старбакс стоило бы назвать Царьбаксом. Я, кстати, ничего против не имею такого пародийного логотипа, если только он временный, потому что это странное решение для бизнеса, вечно жить в тени того, что ты пародируешь. Поэтому я надеюсь, что где-то через полгода, год Тимати и Пинский запланировали уже такой полноценный ребрендинг, чтобы их кофейня обрела собственное лицо. А это значит, что им понадобятся графические дизайнеры про-уровня, которые смогут выдать что-то более интересное, чем нейросеть по запросу русский Старбакс. Но как, собственно, стать этим самым про в дизайне? Я знаю про один прямой путь. Это курсы «Графический дизайнер с нуля до про» от онлайн-школы контента, которая поддержала выход этого видео. Так как наличие портфолио — это важнейший элемент в карьере дизайнера, то 80% обучения — это практика, которая проходит под присмотром менторов. И менторы — это не простые ребята, это арт-директора, это владельцы агентств, опытные фрилансеры, которые работали с крупнейшими брендами от А до Я, от Адидаса до Яндекса. Как пройдете курс, у вас будет два десятка работ по ключевым направлениям. Там и айдентика, и 3D, и мушн-графика, а еще стажировка в креативном агентстве RedCats и даже диплом государственного образца будет. Но это чтобы маме было приятно. Дадут ли вам сразу после этого курса ребрендить Stars Coffee? Ну, в предыдущий раз они просто кокошник пририсовали к старому логотипу, так что могут и во время обучения вас нанять. Многие студенты контента берут первые заказы для практики уже там на шестом месяце обучения. Тем более, та самая практика в контентах иногда проходит в виде конкурса, там, например, к первому сентября ребята стикеры и афиши разрабатывали. Все подробности о курсе есть по ссылке в описании или по этому QR-коду. А еще, если вы видите мой промокод USACHEV, то сможете получить 45% скидку на любой курс. Путь в дизайн я вам указал, дальше уже от вас зависит, как успешно вы по нему пойдете. Европейцы все-таки решили, что делать с выдачей виз для россиян. Прошла встреча глав Министерства иностранных дел, где они обсудили, как вот будут наказывать российских туристов за войну с Украиной. Я все еще до конца не понимаю их логику. Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония были вот прям за полный запрет не выдавать, не пускать, лучше забрать выданные визы и в лицо харкнуть. Только так эти русские наконец-то поймут свое место в жизни, признают ошибки, пойдут свергнуть Путина, чтобы им разрешили все-таки погулять по историческому кварталу Таллина и Риги. При этом против запрета были страны, ну, куда, скажем так, туристы реально ездят, а не просто транзитом через них гоняют. Португалия, Греция, Кипр, Франция и Германия тоже не разделили порывы прибалтов. Они больше переживали за сохранение культурных связей, чтобы россияне не теряли возможность приехать в Париж, Берлин, посмотреть на развитую демократию. Возможно, потом устроиться там работать на благо этих стран. Но в итоге все эти министры на встречу так неформально проголосовали и решили отменять. Отменять упрощенную выдачу виз для россиян. То есть выдавать будут, но не так быстро, как раньше. И стоит консульский сбор будет там не 35 евро, а 80. Правда, учитывая падение курса евро, это как будто не сильно дороже стало. Вот что точно будет неприятно для тех, кто часто куда-то ездит, видимо, это я, это сокращение выдачи виз для многократного въезда. То есть под каждую поездку делать отдельную визу лучше просто в Турцию сгонять. Ну и, конечно, пугают сроками оформления. Ожидание может быть типа до полугода теперь. Но мне кажется, мне кажется, что все будет очень сильно зависеть от того, какая страна-то, собственно, визу выдает. То есть зачем Греции, опять же, затягивать выдачу виз туристам? В общем, они встретились, они там что-то обсудили, и в итоге визы выдавать будут, но с недовольными осуждающими лицами. Какой в этом был смысл? Против кого направлены эти санкции? Что они решают? Я не понял. Медведев даже пост написал, пусть вообще полный запрет на выдачу виз для россиян вводят. Не боимся. Интересно, это не попадает под закон о призыве к введению санкций? Наверное, только азиатские страны довольны. Им и так наплевать, что там где-то на другом конце земного шара белые друг друга убивают. Теперь к ним еще и больше туристов приедет. Пам-пам. Все-таки собрали миссию Международного агентства атомной энергии, которое поедет на Запорожскую атомную энергостанцию, чтобы что-то там сделать, чтобы решить эту проблему. То ли они должны посмотреть, с какой стороны снаряды прилетают. То ли рассмотреть все-таки, есть ли там военная техника российская или нет. Или есть техника, но не военная, а просто техника. Может проверить, насколько трудовой кодекс на объекте соблюдается. В общем, что-то они там должны сделать. Я надеюсь, сделают это, чтобы потом не случилась атомная катастрофа. Может быть, просто присутствуя там своим авторитетом, они силовым полем накроют все реакторы. И вот, видимо, в ближайшие дни мы будем смотреть за перемещениями этой миссии. Они в Киев приехали, встретились с Зеленским, потусили. Потом поехали в сторону Запорожья. Встали там в пробку на пропускном пункте. Все еще не доехали. Потому что хоть российская сторона и позвала делегацию МАГАТЭК, но про российскую администрацию Запорожья спецпропуска для ускоренного въезда им решили не делать. Видимо, что они полностью кайфанули во время досмотра. Ну или там тянут время, чтобы успеть перебраться. Возможно, я что-то упускаю, но... Может быть, всем стоит поторопиться со своей работой, если у нас на горизонте маячат второй сезон Чернобыль от HBO. Пам-пам. Чуть не забыл. Раз «Пора валить в Бразилию» вышел, значит, можно наконец-то снабдить вас новыми обоями для рабочего стола тематическими под выпуск. Сразу два файка вас ждут в моем телеграм-канале. В описании будет ссылка, переходите, подписывайтесь. Заодно там чуть вверх пролистайте и можете оставить свою фотку с ублюдского ракурса. Мне кажется, что если мы еще соберем большое количество фотографий, можно их передать какой-нибудь нейросети, и она сделает усредненный ублюдский ракурс подписчика моего канала. Пам-пам. «Газпром» живет веселой жизнью нынче. Он полностью остановил прокачку газа по Северному потоку-1. Заявлено, что необходим ремонт, он продлится до 3 сентября, и даже когда все отремонтируют, запустят, он будет работать там на 20% мощности. Это частично последствия санкций, там из-за них не смогла вернуться с ремонта одна из турбин, другие ремонтировать тоже сложновато. Европа предлагает какие-то решения, но «Газпром» от всего вертит носом, потому что он хочет, чтобы сняли санкции. Но тем временем качает в Европу все меньше и меньше газа. Пам-пам. «Газпром» прекращает поставки газа французской компании «Энжи», крупнейшего поставщика для частных потребителей во Франции. В этой ситуации «Газпром» обиделся, что ему там за предыдущие поставки не доплатили. То есть за старый газ не получил денег, за новый теперь тоже не будет денег, все меньше газа идет в Европу. Пам-пам. В общем, так себе ситуация, «Газпром» попал под санкции, прокачка газа падает, компанию фактически используют как орудие давления на Европу. Ведь есть же эта картинка, да, что замерзшие голодные европейцы стоят у другого конца северного потока, чтобы в пакетике набрать хотя бы чуть-чуть этого согревающего российского газа. Естественно, очень странно в такой ситуации говорить о каком-то вообще нормальном ведении бизнеса, каких-то перспективах «Газпрома». Вот можно просто посмотреть на его акции, которые выросли на 30% за день. Мы просто в поразительное время живем, где на нас накладывают санкции, «Газпром» меньше газа качает в Европу, из-за этого стоимость газа растет, и он получает сверхприбыль. Еще и дивиденды пообещали выплатить со всех этих спердоходов, и цены акции взлетели. Вот есть в экономике кривые спросы и предложения, да, если спрос большой, предложение маленькое, то цена растет. Интересно, в руководстве «Газпрома» уже задумывались о варианте, где они максимально сокращают прокачку газа, чтобы цены взлетели до Луны. Просто прийти и сказать, что сокращают прокачку газа до одной штуки газа. Цена 100 миллиардов долларов. А дальше они уезжают отдыхать. Пам-пам. Украина начала наступление на Херсон. И это практически все, что я сейчас могу более-менее уверенно сказать по этой ситуации, потому что война уже на такой стадии, где любое событие обрастает фейками, фактами, разоблачениями еще до того, даже как произошло. Я даже не хочу рисковать делать какие-то выводы дистанционно о событиях, либо тут надо доверять каким-то источникам, которые приближены ко всему этому, либо ждать, когда на фронте случится что-то настолько крупное и важное, что ни одна из сторон не сможет этого игнорировать. Три или четыре дня уже идет наступление. Можно просто открыть две ленты новостей, украинскую и русскую, и читать, что каждый побеждает. Одни пишут, что под напором наступления путинские войска отступают в Крым. Вторые пишут, что вообще на подступах всех расстреляли, разбомбили и взорвали. Смотришь на линию фронта, ну вроде что-то поменялось, но не сильно. Украинская сторона очень ограниченно комментирует события, что с одной стороны логично, странно было бы озвучивать свою тактику ведения боя публично, ведь все они узнают тогда. Хотя про само наступление кричали вообще только так. Я считаю так, если есть желание, конечно можно погадать, как там на самом деле дела обстоят. Может быть правда захлебнулось наступление, или это только первая фаза и они будут дальше давить. Или может быть они просто хотели хоть что-то сделать в августе, потому что давно это обещали. Или это просто отвлечение внимания от других районов, где готовится настоящее нападение. Но и то на самом деле не настоящее нападение, а тоже отвлечение внимания, потому что в это время секретный отряд украинского десанта высаживается прямо в резиденции Путина. Может быть такой вариант, но скорее всего нет. Я просто с каждым таким вот инфоповодом, который ярко так взрывает все пространство, а потом очень быстро как-то чахнет и погружает в этой болоте того, что не сильно как-то повлияло это на события на фронте. Но я сильнее ощущаю, насколько, ну видимо долго это будет все тянуться. Хотя уже тянется долго. Пам-пам. Американцы вот развлекаются, как могут вообще, особенно Трамп. Ему как бы что экономические кризисы, что войны, что голод, он просто дров подкидывает в пожар. Обыц, который провело ФБР в его особняке, пока не вылился ни во что крупное. Там нашлась пачка секретных документов, которые Трамп утащил из Белого дома, но пока их просто изучают и вот как-то типа собрали компроматик на бывшего президента. Но тот решил, что тоже пора действовать, и его идея заявить, что последние выборы, где он поиграл Байдену, не считаются. Его любимая тема, что ФБР, те же самые, которые обыскивают его дом, тогда во время выборов тормознули скандал вокруг утечки данных с ноутбука сына Джо Байдена. Подозрение было в том, что Хантер Байден не случайно оказался вот каким-то там топ-менеджером в украинской газовой компании. Ему помогал Байден-старший, вместе они там что-то мутили. Естественно, так себе история для кандидата-демократа, и вот по словам Трампа, именно ФБР не дали истории хода, они заявили, что там недостаточно какой-то информации о том, чтобы действительно заподозрить в коррупции Байденов. И тогда Байден выиграл. Получается, по логике Трампа, что он выиграл незаслуженно, а значит нужно переголосовать. Досрочные выборы. Круто быть Трампом. Ты просто говоришь, что хочешь, а люди радуются вокруг. Понятно, что никто не будет пересматривать итоги выборов или делать досрочные выборы, тем более там до следующих-то осталось всего два года. Но можно продолжать уверенно накидывать говна на вентилятор, пока там Байден пытается разрулить инфляцию в стране, какие-то конфликты на территории Украины. С Тайванем там проблемы. И при этом успеть пожать руки всем своим невидимым друзьям. А в это время расписание дня у Трампа. Срать всех, хвалить себя. Пам-пам. Я сейчас перед съемкой видео зашел проверить, может что-то еще большое произошло. И вот просто все забито статьями о смерти Михаила Горбачева. То есть прям не только о самой смерти написали, но еще и ретроспективы. Все архивные материалы на главную вытащили. У редакторов выходной. Публикации готовы заранее на весь день. Последний генсек СССР, который даже успел немного побыть последним и первым президентом СССР, пока не пришел Ельцин и начал там капиталистическое демократическое веселье. Горбачев это же человек, который разогнал кровавый СССР и освободил несчастных людей. Либо Горбачев это человек, который развалил прекрасный СССР и отдал людей в руки бандитов и олигархов. Можно выбирать по своему вкусу. Некоторые прям ненавидят его. Всем сердцем. Радуются, что в этом году умерла пачка политик, которые ответственны за развал Советского Союза. У меня никаких эмоций нет, потому что я уже жил в мире, где СССР не существовало. Это были мои вот стартовые условия. Нафига мне тратить свою энергию на ненависть к какому-то человеку? Но, наверное, я могу понять тех, кто старше, кто успел сформироваться в СССР, а потом вот весь привычный мир рухнул. То есть ты думал, что твоя страна в одном направлении двигается, рисовал себе какое-то будущее, а потом ребята наверху решили, что нифига, колея меняется и надо резко перестраиваться. Можно их понять, потому что, ну, на самом деле, схожие процессы, хоть и в меньшем масштабе, сейчас происходят. В каком-то плане происходит обратный разворот. А вообще я не очень люблю обсуждать здесь новости о том, что кто-то умер, потому что, ну, так себе новость. Спойлер. Все, кого вы знаете, умрут. Даже те, кого вы не знаете, умрут. Только я останусь, я же буду жить вечно. Пам-пам. Помните, нам рассказывали, что не нужны никакие визы и мастер-карты? Ведь есть прекрасная платежная система МИР, и скоро все больше и больше стран будет ее принимать. Так вот, подъехала новая страна, объявлено, что центральные банки России и Ирана работают над тем, чтобы интегрировать локальные платежные системы. Во-первых, да, Иран. Во-вторых, да, они не запустили там карты МИР, а только обсуждают дорожную карту, как это сделать. Хотя, если я не ошибаюсь, года четыре назад уже говорили, что в Иране вот-вот заработает система. Видимо, что-то пошло не так. На России недостаточно санкций тогда было. Не знаю, какая там будет интеграция. Может быть, как обычно, в аэропорте поставят один банкомат и все. Потом смело напишут на сайте платежной системы МИР. Иран тоже подключен к МИРу. Или, может быть, там какая-нибудь более серьезная интеграция намечается. Я чего об этом рассказываю? Раз нам теперь, видимо, указано дружить с Ираном, гонять туда в туры с картами МИР, это теперь российский вайб. Так вот, вы знаете, что в Иране, который типа закрытая страна, изгой, в ней в 18-м году открылся крупнейший в мире торговый центр. То есть, существуют разные способы подсчета, какой торговый центр самый крупный. Но вот именно по площади это Иран Мол в Тегеране. И он выглядит именно так, как ты ожидаешь от мусульманской страны, которая решила построить что-то самое большое в мире. То есть, там без тормозов. Библиотеки, сады, водопады. Я бы, правда, сгонял. Может быть, как раз в одном из этих бесчисленных залов в углу найдется место, куда поставят единственный в стране банкомат, принимающий карты МИР. Это все новости на сегодня. Я надеюсь, видео вам понравилось. И вы захотите украсить его своим лайком, подпиской, нажатым колокольчиком. Ну и, естественно, пора валить врубайте сразу после комплимента дня. Вот признаюсь, хотел бы я быть таким же крутым, как ты. Пока. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...